Сергей Федорович, скажите, пожалуйста, вот состоялось решение уже избирательной комиссии после того, как рабочая группа вернула вам регистрацию, то есть она сказала, что все решения были приняты с нарушением закона. Скажите, как теперь действует уже комиссия на уровне района вашего? Вы с ней связывались? Да, сегодня 2 сентября 2020 года, и Центральная избирательная комиссия утвердила свое решение, которое было принято вчера на рабочей группе, о том, что подписи, которые были у меня незаконно приняты недействительными, восстановить. То есть фактически Центральная избирательная комиссия сказала, что я имею право со своими 1300 подписями принимать участие в выборах, которые состоятся 13 сентября 2020 года. Это решение было принято единогласно, и по большому счету даже они не стали обсуждать, потому что обсуждать было нечего. Было совершенно понятно, было высказано тому же Квасову, который при этом телеприсутствовал, что у вас такая огромная куча нарушений в отношении Кременева Сергея Федоровича. Мы просим вас исправить это нарушение на своем заседании областной избирательной комиссии. Ну, соответственно, я поблагодарил Центральную избирательную комиссию и уехал. Но я аж не зря сказал, что сегодня 2 сентября, а выборы 13-го. 12-го уже нельзя вести агитацию, и фактически у меня остается сколько? 10-9 дней на агитационную работу в качестве кандидата. Я позвонил заместителю Квасова Виктора Хрисанфовича, князеву Екатерине Юрьевне, значит, в Калужскую областную избирательную комиссию, что Екатерина Юрьевна, хорошо было бы все-таки назначить заседание областной избирательной комиссии, где восстановить мои права и зарегистрировать меня в качестве кандидата. Ну, дальше начался поток сознания, что она ничего не получала, что она будет действовать в рамках законодательства. Я так понимаю, ну и так далее, не буду пересказывать, это ни к чему, это пустое. Я так понимаю, что люди заточены на саботаж решения Центральной избирательной комиссии и на сокращение моего времени для ведения агитационной работы за себя. Вот, то есть, насколько это законно, ну, как бы я не знаю. Вообще незаконно было, как бы, признавать мои подписи и отнимать у меня с 5 августа время на агитацию. Это вот сегодня, видите, 2 сентября, люди продолжают упорствовать. То есть, видно, я, Кребенев Сергей Федорович, насолил им, да так, что они прямо категорически не хотят. И дальше проводят свои незаконные мероприятия, незаконные действия. Вы же реально оппозиционный кандидат. У вас кто там вообще остался, с кем вы боретесь? Ну, давайте так, я еще пока не борюсь по причине того, что меня еще не зарегистрировали. Ну, предположительно, что моими визави на выборах будут представители партии. Значит, Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР и, значит, Единой Россия. Это я так понимаю, что для кого зачищают, как бы, выборное поле? Это для Ефремова Александра Викторовича, который был заместителем председателя законодательного собрания Калужской области. И настолько, скажем так, трусливо себя ведет, что у меня нет просто других предположений. Кто бы мог в незаконных рамках такими методами пиратскими действовать. Потому что похищение подписи, мало ли, что это уголовщина, вот еще раз, как бы, повторюсь, что, безусловно, после 13 сентября, после выборов, при любом раскладе, любом исходе, я буду подавать и на Малорославевскую территориальную избирательную комиссию, на всех этих 8 человек, которые подписи мои признавали недействительными, значит, в судебные органы и в правоохранительные, в полицию, пусть выясняют. И, безусловно, буду подавать в Калужскую область, вернее, в суд и в полицию на Калужскую областную избирательную комиссию. Ну, вы же знаете, что, так же как избирательная комиссия, суды и в Калужской области практически все организовал, что добиться, правда, там трудно. Вот вы в избирательную комиссию только центральную обратились, только она, наверное, помогла. Ну, видите, вы же сами себе и ответили, значит, что на территории Малорославевского района и Калужской области я вряд ли найду правду, а на территории Российской Федерации, в данном случае столицы нашей Родины, в городе Героя Москве, я так понимаю, что правду все-таки мы найдем, значит, и у права на этих ребят в том числе. И плюс ко всему вы, как бы, должны знать, что у меня, значит, к моим подписным листам есть копия. Вот все, что бы они ни делали, да, каждый подписной лист мы будем обязательно исследовать. Вопрос такой, а по сути выборы, если они безальтернативные, то есть они вообще могут быть вообще легитимными считаться в том случае, если вы в них не принимаете участие? Ну, в данном случае, смотрите, да, согласно закону Российской Федерации, если меня незаконно отстраняют от этих выборов, то, соответственно, эти выборы судом будут признаны незаконными и недействительными. Безусловно, будет произведена смена и Малорославской территориальной избирательной комиссии, и Калужской областной избирательной комиссии, потому что люди, ну, откровенно нарушали уголовный кодекс Российской Федерации. И, скорее всего, те, кто рассчитывают, я имею в виду того же Ефремова и же с ним, у меня нет претензий к коммунистам, ЛДПРам и Справедливой России, потому что, ну, как бы я даже не знаю, что это за люди и кто они такие. Вот, а претензия к одному человеку, к Ефремову и тем, кто за ним стоит, тому человеку, кто за ним стоит, что он думает, что, значит, в Российской Федерации кончился закон и началась Артамоновщина. Значит, я вам скажу так, что это не так, значит, и суды и суди, которые на сегодняшний день, вот, выполняют определенный такой заказ определенного человека, да, они, ну, рано или поздно, значит, свою, как бы, деятельность, они закончат. Потому что я сторонник того, что, первое, надо соблюдать законы Российской Федерации, раз, и второе, источником власти в Российской Федерации, в России, является народ, его воля, его право на выбор, а не воля одного какого-то конкретного человека, в данном случае мы уже назвали его фамилию. Сергей Федорович, ну, как бы, один в поле не воля, вот, вы, даже если изберетесь, собственно, возможно ли ситуацию изменить, если будет там, опять же-таки, Единая Россия? Знаете, вы абсолютно правы, когда говорите, что один в поле не воля. Я вам более того скажу, я буду обращаться к нашим гражданам, в данном случае и к малорославчанам, впоследствии, уже после выборов, когда мы с нашими людьми одержим победу, значит, к калужанам, и буду апеллировать к тому, что буду, как бы, заниматься агитацией и пропагандой, да, что надо объединяться. Народ и, собственно говоря, представительная власть в решении своих вопросов. Потому что, как я понял, что, действительно, Единая Россия, не опираясь на большинство населения, ну, давайте посчитаем, это просто, как бы, простая арифметика. Если за них голосует не более четверти населения, ну, по тем или иным условиям, а остальная масса первая или не ходит, или голосует против, да, то, соответственно, потенциал у нас на изменение нашей жизни, изменение наших законов и изменение нашей власти, в общем-то, собственно говоря, есть. Я предлагаю все-таки те или иные противозаконные методы, которые к нам применяются со стороны Единой России, все-таки не то, что методы, действия противозаконные, чтобы они, в общем-то, свой пыл, по большому счету, поумерили. Меня, как и наших гражданам, в той же Калужской области очень много чего не устраивает. И, опять же, возвращаюсь к тому, что один в поле не войны, я совершенно четко понимаю, что Единая Россия, да, будет заказывать музыку. Но, но, в парламенте, в Законодательном собрании Калужской области не больше 40 мест. То есть, если я буду занимать одну, значит, их 39. А население Калужской области, нравится нам или не нравится, голосует порядка 500-600 тысяч. И вот если мне удастся людей вот в этом пламенном порыве все-таки объединить на решение своих социальных вопросов, то я хочу вам сказать, что эти даже 39 единорусов нам не будут большой проблемой в решении наших задач. Продолжение следует...